Открытый, улыбчивый и готовый прийти на помощь. Решить контрольную всему классу было для него дружеским долгом. Таким вспоминают Тимофея Шашлакова в родной школе теперь уже его имени. Тима был вообще, как мой папа говорит, самый яркий человек в нашем классе. Всегда улыбался, всегда вообще самый активный. Вёл все мероприятия, с нами во всех сценках участвовал, вообще всех обожал, всем помогал. Мне кажется, мы закончили 10-11 благодаря только Тиме. В гвардии лейтенант Тимофей Шашлаков, командир роты, погиб в первые дни специальной военной операции. Ему было 23. Узнать о судьбе без вести пропавшего сына родители не могли почти полгода, а потом им сообщили – ваш сын найден, погиб героем. Под огнём противника руководил заправкой техники, которая после этого успешно совершила 200-километровый марш и выполнила боевую задачу. Для нас он точно герой. И всеслужительство подтверждает, что он был подвиг, и подвиг ценой собственной жизни он спас многих ребят. И мы не можем просто по-другому. Быть достойными своего сына мы должны сейчас быть, просто достойными его. И чтобы быть достойными, мы должны быть сильными. Настолько же сильными, насколько сильным был он. Только с этой целью я каждое утро встаю и живу дальше. Группа гвардии лейтенанта погибла под гранатомётным обстрелом. Тимофей и его подчинённый, сержант Егор Шуваев и ефрейтор Мерикерим Аббасов посмертно награждены орденами мужества. А память о них сохранит фильм «Знай имя твоё». Фильм тяжёлый, но всё правда. Это наша жизнь. Поэтому этот фильм должны смотреть люди и должны знать наших братьев, которые погибли. И те, кто служат, я хочу пожелать, чтобы они поскорее вернулись домой живыми и здоровыми. Это боль родителей, это боль родственников. И тем более, поскольку многое сейчас является засекреченным моментом, но благодаря согласию родителей мы взяли эту тему и потянули. И фильм получился феноменальный. Тут сыграло роль то, что режиссёр Евгений Барханов сам имеет боевой опыт. Служил в десантно-штурмовой бригаде в Афганистане. На полученные от Минобороны деньги родители начали строить часовню святого апостола Тимофея, но делается это не только для сына. Надо как-то сохранять память о тех ребятах, которые дали свою жизнь за наше Отечество, за Россию. Мы строим часовню на месте захоронения сына, посвящённую не только ему, но и всем героям павшим. За наше Россию, за Донбассе. Преодолить себя – не жалеть врага. Там жалеть уже некого. Идти до последнего. Только мужество спасёт вашу жизнь. Трусость ни к чему хорошему не приведёт. Трусость убивает, а мужество спасает. Дарья Агаркова, Артём Молодамов, Юрий Санкин, Перворостовский.